дорогие друзья и гости канала всем привет с вами людмила приглашаю вас сегодня на мастер-класс по вязанию вот таких сапожек они отлично подойдут для осени для весны и также и в сухую зиму если не очень низкая температура давайте будем их вязать вместе а я хочу напомнить друзья что все видео мастер-классы на моем канале для вас абсолютно бесплатны я делюсь с вами своим опытом и хочу помочь вам научиться вязать стильную обувь крючком если вы сейчас смотрите это видео без подписки обязательно прямо сейчас подписывайтесь на мой канал просто нажимайте на кнопку подписаться на колокольчик и вы никогда ничего не пропустите и всегда будете первыми получать уведомления о всех новых видео на моем канале ну а мы начинаем мастер-класс конечно для сапог самое важное это подошва подошва должна быть довольно толстая чтобы нам было не холодно можно потом положить здесь вот такие стелечки у нас но можно положить потом войлочные стелечки чтобы утеплить ее но это такая довольно плотная подошва на корейского производства и в общем-то мне она очень нравится крючок буду использовать номер 3 пряжа у меня мелиса свит очень плотная стопроцентный акрил 75 грамм 168 метров что касается подошвы один из самых распространенных вопросов которые вы задаете где взять подошву где вы покупаете нитки на карту на канале у меня есть видео где я подробно рассказываю где я беру подошвы аксессуары нити и так далее сейчас правом верхнем углу появится подсказка ссылка нажав на которую вы можете открыть это видео получить ответ именно на этот вопрос начинаем с обвязки подошвы у меня подошвы пробиты уже отверстия если у вас не пробиты пробейте на расстоянии один сантиметр друг от друга по всей окружности подошвы и отверстия и вот середины пятки от центра я начинаю вязать в каждое отверстие по три столбика без накида в первое отверстие я провязываю 2 столбика без накида а в следующие все по 3 столбика без накида в конце ряда я вот в это первое отверстие в провязала 2 я довяжу недостающий третий столбик провязываем 3 столбика без накида в каждое отверстие когда вы делаете отверстие если самостоятельно то берите шило потолще когда прокалываете тогда отверстие будет побольше и крючок будет легко входить в отверстие провязываем по кругу вот сюда до конца ряда в конце ряда в последнее отверстие провязываем 3 столбика без накида теперь в первое отверстие где у нас было два столбика довязываем третий столбик без накида и в первую петлю соединительный столбик заканчиваем ряд воздушная петля подъема и вяжем следующий ряд столбики без накида в каждую петлю ряда обвязки подошвы провязываем до конца ряда встречаемся в конце ряда довязываем последние петли в конце ряда в первую петлю соединительный столбик и воздушную петлю подъема дальше продолжаем еще один третий ряд столбики без накида в каждую петлю когда третий ряд закончили четвертый будет из длинных столбиков то есть мы вяжем столбики без накида но из петли не предыдущего ряда а опускаясь на ряд ниже через ряд и провязываем в каждую петлю через ряд столбики без накида первый ряд пропускаем во второй ряд ставим крючок и провязываем столбик без накида каждый столбик провязываем из петли на ряд ниже я думаю что вам понятно мы не сюда вот сюда в нижний ряд заводим крючок и как бы обхватываем оба ряда получается у нас такой ряд из длинных столбиков без накида вяжем этот ряд от начала до конца заканчиваем ряд соединительным столбиком закрепляем нить и обрезаем ее все на этом мы заканчиваем подготовку подошвы вот мы сделали обвязку подошвы провязали еще несколько рядов и теперь мы будем вывязывать перед начинать будем с центра вот здесь переда находим центральную петлю у меня здесь на подошве есть отметка центра подошвы если у вас такой отметки нет значит надо найти где центр подошвы и вот это у нас будет центральная петля если затрудняетесь найти центральную петлю то можно сделать бумажную выкройку вот прямо по подошве вырезать ее затем сложить ее на пополам и вот складывая на пополам вы определите где центр перенесете его на подошву либо есть еще один способ как определить центральную петлю берете нить и вот параллельно рисунку подошвы двигаетесь сверху вниз до центра у ванны находите три таких центральных петли вот левую правую оставляем а первая центральная она и будет у вас правильная петля середины теперь от центральной петли влево отчитываем 5 петель в пятую петлю начнем вязать убираем маркер отсчитываем от центральной петли вправо 5 петель ставим переставляем туда маркер вязать будем первый изнаночный ряд первый ряд будет простой весь ряд провязываем все петли столбиками без накида по изнаночной стороне и и Субтитры создавал DimaTorzok Довязали до маркера, маркер убираем, провязываем последний столбик без накида, теперь заканчиваем ряд, провязываем два соединительных столбика, один и еще один соединительный столбик. Теперь по лицевой стороне будем чередовать, первый будет у нас столбик без накида, начинаем со второй петли от крючка, столбик без накида из петли предыдущего ряда. Следующий столбик у нас будет столбик с одним накидом, но опускаемся уже на ряд ниже. Вот у нас предыдущий ряд, мы вот сюда на ряд ниже столбик с одним накидом провязываем. Затем снова столбик без накида из петли предыдущего ряда и опять на ряд ниже столбик с одним накидом. Столбик без накидом из петли предыдущего ряда. Столбик без накида из петли предыдущего ряда и столбик с одним накидом из петли на ряд ниже. Столбик без накидом из петли предыдущего ряда и два соединительных столбика. Разворачиваемся на изнаночную сторону и вяжем изнаночный ряд. В каждую петлю провязываем столбик без накида. Весь ряд от начала до конца. В конце ряда два соединительных столбика. Субтитры создавал DimaTorzok Когда провязываем соединительные столбики в конце, вставляем крючок с лицевой стороны. Теперь будем провязывать лицевой ряд. Все столбики без накида вот сюда, во второй ряд от верха. То есть на ряд ниже опускаемся. А все столбики с накидом вяжем еще ниже и из петель третьего ряда. То есть на ряд еще ниже опускаемся. Первый столбик без накида из петли на ряд ниже. Теперь делаем накид и опускаемся на три ряда ниже и провязываем столбик с одним накидом. Столбик без накидом из петли на ряд ниже со второго ряда. Делаем накид, опускаемся в третий ряд и провязываем столбик с одним накидом из петли третьего ряда. Столбик без накида из петли второго ряда. Столбик с одним накидом из петли третьего ряда. Столбик без накида из петли второго ряда. Столбик с одним накидом из петли третьего ряда. Столбик без накида из петли второго ряда. Столбик без накида из петли второго ряда. Столбик без накида из петли второго ряда. И теперь два соединительных столбика в конце ряда. Вот такой получается узор. Он получается очень-очень плотный. Разворачиваемся на изнаночную сторону. Вяжем изнаночный ряд столбиками без накида от начала до конца ряда. Друзья, пишите, пожалуйста, свои комментарии под этим видео. Я всегда очень рада их получать от вас. Они меня воодушевляют. И я хочу знать, все ли вам нравится в мастер-классах. Есть ли у вас, может быть, какие-то пожелания по моделям, по тому, что вязать. Может, какие-то вопросы появляются. Пишите, я всегда с радостью отвечу на ваши комментарии. В конце ряда провязываем. С лицевой стороны заводим крючок два соединительных столбика. И начинаем лицевой ряд. Вяжем лицевой ряд. Столбики без накида провязываем вот сюда. Из петли предыдущего ряда столбики с одним накидом и с третьего ряда. Вот здесь видно даже, куда мы заводим крючок. Вот в эти вот отверстия. И вот сюда. Вот так чередуем их между собой. Столбик без накида, столбик с одним накидом. Я еще раз с вами пройду этот ряд, чтобы было понятно. Начинаем. Столбик без накида из петли второго ряда. Накид. И опускаемся в третий ряд. Вяжем столбик с одним накидом. Следующий столбик без накида из петли второго ряда. Накид. Столбик с одним накидом вот отсюда из петли третьего ряда. Столбик без накида из петли второго ряда. Столбик с одним накидом вот отсюда из петли третьего ряда. Очень хорошо видно, когда вы уже сделаете узор, видно, куда ставить крючок. Из петли второго ряда столбик без накида. И вот сюда, вот видно даже куда, вот в третий ряд, столбик с одним накидом. Столбик без накида во второй ряд крючок. Столбик с одним накидом вот сюда в третий ряд. Столбик без накида из петли второго ряда. Столбик с одним накидом из петли третьего ряда. Немножко плотненько тут в углу. Столбик с одним накидом. Столбик без накида у нас тут последний идет. И дальше два соединительных столбика. Вы можете использовать другой рисунок, но этот, мне кажется, просто идеален для сапог. Потому что здесь нить ложится в итоге в четыре слоя. Даже, наверное, в пять слоев. Вот так друг на друга накладываются эти вот столбики. И они покрывают друг друга и образуется такая толстая вязка. Для сапог это просто идеально. Теперь вяжем изнаночный ряд столбиками без накида. Все петли провязываем столбики без накида. Все петли провязываем столбики без накида. В конце ряда, опять же, заводим крючок с лицевой стороны, провязываем два соединительных столбика. Первый, второй. Разворачиваемся на лицевую сторону. И давайте еще ряд вместе провяжем, чтобы было совсем хорошо вам понятно. Начинаем ряд со второй петли от крючка. Столбик без накида из петли на ряд ниже со второго ряда. Накид, опускаемся в третий ряд. Вяжем столбик с одним накидом. Следующий. Столбик без накида со второго ряда. Берем петельку. Теперь накид. В третий ряд опускаемся. Столбик с одним накидом. Со второго ряда столбик без накида. С третьего ряда столбик с одним накидом. Когда вы пару рядов провяжете, дальше вам будет очень хорошо видно, куда вам ставить крючок. Столбик без накида. Столбик с одним накидом из третьего ряда. Столбик. Следующий без накида со второго ряда. Столбик с одним накидом из третьего ряда. Вот так. Кажется, он вроде такой непростой узор, но когда начинаешь его вязать, все становится на свои места. Все очень просто. Без накида столбик со второго ряда. И с накидом столбик из третьего ряда. Вот так пряжа ложится один шар за другим. Получается очень плотная, толстая вязка, подходящая для сапог. Без накида столбик со второго ряда. С накидом столбик с третьего ряда вот отсюда. Ой, соскочила так. Накид в третий ряд. Вяжем столбик с одним накидом. Последний столбик у нас всегда столбик без накида со второго ряда. И теперь два соединительных столбика по боковой части. Вот, все. Дальше, я думаю, уже любой из вас справится. Продолжаем вязать. Назад идем просто столбики без накида. Изнаночную сторону. Видите, какой плотный узор получается. Затем начинаем вязать со второго ряда. Сюда мы делаем два соединительных. И потом вот так чередуем их. Со второго ряда, с третьего. Со второго, с третьего. Все столбики со второго ряда без накида. С третьего с одним накидом. И вяжем на необходимую высоту. Давайте еще один ряд пройдем, чтобы уже точно было. Вот мы связали изнаночный ряд. Теперь первый всегда у нас со второй петли начинается столбик без накида. Со второго ряда. Потом накид. Опускаемся в третий ряд. Вяжем столбик с одним накидом. У нас идет увеличение петель за счет соединительных боковых столбиков. Мы делаем два соединительных столбика. Со второй петли начинаем вязать ряд. Каждый ряд увеличивается на петлю. Вот со второго ряда. Тут видны вот хорошо эти петли. Мы берем столбики без накида с этого ряда. А с третьего ряда мы будем вязать столбики с одним накидом. Провязываем вот таким образом. Столбик с одним накидом. Дальше опять со второго ряда. Вот так провязываем столбик без накида. Опускаемся в третий ряд. Вот сюда столбик с одним накидом. Думаю, что вам уже понятно. Дальше вы сможете вязать самостоятельно. Вот этот ряд я довяжу вместе с вами. Мне кажется, что я близко показываю. Очень хорошо видно по узору, куда мы ставим. Очень понятно должно быть. Если вдруг вам не понятно, то пишите, пожалуйста. Но мне кажется, что хорошо видно и хорошо понятно. Вот здесь у нас столбик с одним накидом из третьего ряда. Столбик без накида со второго ряда. Снова из третьего ряда с одним накидом. Очень простой узор. Он постоянно повторяется. Снова со второго ряда. Здесь просто нужно понять, как мы вяжем эти столбики с одним накидом. Вот сюда с глубины. И получается такое наслоение еще дополнительной нитей. И получается плотный-плотный узор. Он просто стоит. Хочу предупредить, что на этот узор будет повышенный расход пряжи. Даже само собой ее уйдет больше. Но зато сапожки будут очень теплые и качественные. Узор такой будет плотный, не растягивающийся. Ну и последнее. Всегда у нас столбик без накида со второго ряда. Затем два соединительных столбика. Один столбик соединительный. Еще один столбик соединительный. И разворачиваемся на изнаночную сторону. Все изнаночные ряды вяжем столбики без накида. Все лицевые ряды вяжем. Чередуем столбик без накида, столбик с одним накидом. Без накида со второго ряда, с одним накидом и с третьего ряда. Ну и думаю, что дальше вы справитесь самостоятельно. Вяжем вверх на необходимую высоту. Продолжаем. Вот я провязала перед. Видите, плотный такой, теплый получился. Массивность, форму держит идеально. Всего я провязала 25 лицевых рядов. Изнаночные ряды, значит, у нас получается еще 25. И получилось всего вот таких 50 рядов. То есть 25 лицевых рядов получилось. И теперь будем вязать боковую часть. Вот смотрите, здесь у меня где-то должно быть вот так 2 сантиметра от пятки я заканчиваю перед. Вот где-то 2 сантиметра от конца пятки. Потому что именно так вот этого достаточно, чтобы нога хорошо входила. Ну и дальше перехожу уже. Здесь я соединительные столбики не делаю, а сразу начинаю вязать по боковой части столбики без накида. В каждую петлю предыдущего ряда вот сюда столбик без накида с этой стороны и до той стороны вяжем просто столбики без накида. Вот отсюда и вот сюда. Вот доходим до этой стороны и довязываем столбики без накида. И мы когда подходим к переду, здесь провязываем последние петли, мы пропускаем угловую петлю и присоединяемся соединительным столбиком к переду. Потом еще один соединительный столбик провязываем. Разворачиваемся на изнаночную сторону и проходим изнаночный ряд столбиками без накида. Назад идем со второй петли от крючка, возвращаемся в обратную сторону, вяжем столбики без накида в каждую петельку ряда. Двигаемся так до той стороны и здесь мы тоже будем присоединяться. Вот доходим сюда, вяжем последнюю петлю в столбик без накида, затем пропускаем угловую петлю и с лицевой стороны заводим крючок, провязываем один соединительный столбик, затем еще один соединительный столбик. Вот так, разворачиваемся на лицевую сторону и дальше будем вязать по узору. Вяжем один столбик без накида из петли предыдущего ряда, как обычно, второй со второго ряда, опускаемся на ряд ниже. Обычный столбик без накида, но из петли второго ряда. Снова из первого ряда, со второго ряда, из первого ряда, со второго ряда. Вот так мы чередуем эти столбики без накида. У нас получается один как бы короткий, обычный столбик, а второй такой длинный. Со второго ряда вытягивается петля и получается он такой высокий столбик. Вот с предыдущего ряда, со второго ряда. И с петли предыдущего, со второго. Вот так чередуем до конца ряда и довязываем. Очень хорошо видно тут первый и второй ряд. Видите, вот так получается первый ряд, вот второй ряд, поднимем первый ряд, второй ряд, смотрим, чтобы петельки были следующие. Не пропускаем и не вяжем в один ряд две петли. Все, доходим вот сюда до угла. Здесь в углу заканчиваем по рисунку, как у нас идет. Вот последние петли провязываем. Вот здесь у нас со второго ряда петля. Теперь угловую петлю нам нужно пропустить и уже к переду присоединяемся соединительным столбиком. Вот так раз. Еще один соединительный столбик провязываем. Разворачиваемся на изнаночную сторону и вяжем изнаночный ряд просто столбиками без накида. И из петель предыдущего ряда обычные столбики без накида весь ряд. Вот теперь у нас будет вот таким образом вывязываться пятка-боковые части. Все изнаночные ряды будут столбики без накида, лицевые ряды чередования столбики без накида из петель предыдущего ряда чередуются со столбиками без накида из петель на ряд ниже. То есть все точно так же повторяем. Вот дошли изнаночный ряд до конца. Не забываем, что мы пропускаем всегда угловую петлю, чтобы пяточка у нас слегка шла в наклон. Вяжем вот здесь соединительные столбики, вводя крючок с лицевой стороны, чтобы не было тут швов, красиво смотрелось. Еще один соединительный столбик. Разворачиваемся на лицевую сторону. И двигаемся точно такой ряд, как мы вязали прошлый. Еще раз. Довязываем этот ряд. Слетела у меня просто петля с крючка. Делаем два соединительных столбика здесь попереду. Первый. Второй. Разворачиваемся. И вяжем точно так же. Начинаем вязать чередующимися столбиками. Столбик без накида. С петли предыдущего ряда, со второго ряда следующий. Опять с первого ряда, со второго ряда. Точно такой же, как мы вязали прошлый лицевой ряд. Одна петля. Один столбик без накида из петли предыдущего ряда. Один столбик без накида из петли на ряд ниже, со второго ряда. Вот. Вяжем от начала до конца. И следующие у нас ряды будут точно такими же. Довязываем до следующего угла. Пропускаем угловую петлю вот на такую высоту. Поднимаем необходимую, сколько нам понадобится. Вот я заканчиваю уже. Сейчас я скажу вам, сколько всего рядов получилось. Я уже тут провязала. Так, сейчас смотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть лицевых рядов. И семь изнаночных получилось. Ну и дальше, в следующей части мы будем уже вязать. Я на этом первую часть закончу. А в следующей будем вязать уже верх. Привязывать вот голенище. Узором вот таким красивым. Я думаю, что вам понравится. И верхнюю резиночку сделаем. Так что, если, друзья, вам это видео понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал. Обязательно нажмите кнопочку поделиться. Поделитесь в своих соцсетях. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Я буду рада на них ответить. Ну, а я желаю вам ровных и красивых петелек. И до новых встреч!